Приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И приглашаем побеседовать сегодня о особенностях такой средней школы, которая имеет в названии прилагательное православная школа, православная гимназия, православный лицей. Может быть нашим телезрителям кое-что об этом и известно, у кого-то может быть даже и дети там учатся, но круг наших зрителей велик. И подозреваю, что для многих может быть не вполне ясно и в чем-то интересно, поскольку вопрос воспитания молодежи остро стоит для всего общества. Что такое православная гимназия? Я являюсь уже почти два года директором одной из православных гимназий в городе Рязани во имя святителя Василия Рязанского. Тимофей является там преподавателем, причем вероучительных предметов самых важных в гимназии, а Алла является свободным художником, который вправе иметь свое суждение. Нужно ли все школы сделать с православными гимназиями или достаточно одной православной гимназии, от которой остальные будут как-то немножечко держаться в стороне и чувствовать себя в каком-то более спокойном, стабильном виде и говорить хорошо, что я не православная гимназия, а у нас нормальная, обычная, современная школа. Ходжик, ну какие самые разительные отличия? Самое разительное отличие, конечно, такое, что у нас в храме, ой, простите, в гимназии главное место – это храм, поэтому вся гимназия имеет свой стержень. Зайдите в любую простую школу. Какое там будет главное место? Актовый зал. Ну, актовый зал, не знаю, кабинет директора. Директора учительская. У меня своего кабинета, например, даже нет в гимназии. У меня алтарь. Вот. Это, пожалуй, самое главное различие. Как проходят уроки? Наверное, не начинаются как-то по-особенному, не как в обычной школе? Ну, разумеется, не только уроки, но каждый отдельный день. Начинается, прежде всего, с утренних молитв. Без 29 собираются все дети и в старшей гимназии и в младшей гимназии, по отдельности у нас эти корпуса находятся, читаются утренние молитвы. Если читает представитель дежурного класса, тот, кто умеет хорошо и внятно читать, кое-какие молитвы поются всеми вместе, а потом чтение зачала евангельского, и на этом расходятся к девяти. Все дети должны обязательно присутствовать на этих моментах или как-то участвовать? Потому что, может быть, кто-то хочет, но пугает вот эта, скажем так, такая активная позиция. Да, что-то молись. Хотя известно всему народу, что невольник, не богомольник. И если у нас богомолье в православной гимназии дело принудительное, то еще мало знакомые с этим внутренним подвигом побоятся из-за себя, из-за психической здоровья своих детей. Если сейчас заставь наших дураков, говорят богу, молиться, они себе лоб расшибут, так что мы их в православную гимназию не будем отдавать, а то их там еще чего доброго молиться научат. Но молитва делать, конечно же, добровольная. Есть дисциплинарная сторона богослужения, например, не только утренние молитвы, обычные в каждый учебный день в нашей гимназии, но раз в неделю бывает божественная литургия. Храм есть и в старшей гимназии, и храм есть в младшей гимназии. По четвергам учебный день начинается с литургии в младшей, по пятницам в старшей гимназии. Вопрос в том, что, конечно же, принудительное участие в таинствах дело, в общем-то, неблагородное. И побуждать к этому, понуждать к этому нам, взрослым, совсем неприлично. Но с другой стороны, православная гимназия – дело добровольное. Родители, приводящие детей в такое учебное заведение, предусматривают, что главным воспитательным доводом и орудием является, конечно, православная вера. Поэтому, что, пожалуй, самое дорогое, невидимое, что должно быть в православной гимназии – это единодушие родителей и учителей в системе ценностей, которая должна быть преподана детям. Поэтому мы предполагаем, что под нашим, во всяком случае, присмотром, контролем не должно попадать в гимназию детей случайно. И учебная программа отличается от светской школы? Нет, учебная программа от светской школы не отличается. Стандарт среднего образования мы выполняем на 100%. Но дополнительно? То есть вариативная часть, которая у нас уже заполнена в соответствии с нашими стратегиями педагогическими. Батюшка, ну а вот экономические гимназию кто поддерживает? Экономические? Государство. Наша следовательство – Министерство образования Рязанской области, то есть губернатор. Сейчас общегосударственное законодательство очень размыто в этом вопросе. Ну, вернее, на воле субъектов федерации предоставлено право поддерживать или не поддерживать негосударственное среднее учебное заведение. И, ну, слава богу, что так складывается в нашей земле Рязанской, что наша власть, советская власть, понимает важность существования хотя бы нашей православной гимназии. На 50%, короче говоря, есть государственное финансирование по линии оплаты образовательных услуг в негосударственных учебных заведениях. То есть поскольку мы даем стандарт государственные, то образовательные услуги, которые мы оказываем... А остальные 50% только покрывают? Остальное приходится складывать из... То есть у вас ежемесячный взнос присутствует? У нас присутствует, но он щадящий и максимально сообразованный с силами родителя, потому что у нас немало многодетных, немало и очень нуждающихся семей. Поэтому у нас четкое правило подписывать какое-то соглашение. Это своего рода не юридический договор, потому что мы не принимаем официальную плату. Мы принимаем некоторые взносы для необходимого поддержания жизни материальной, питания детей. Вот. Так что ситуация финансовая остается напряженной. У нас есть проблема. Вот педагоги по какому принципу набираются в гимназию? Да, и кто они? Там коллектив уже есть. Вот и принцип церковности такой? Я как директор имею дело за живым уже существующим коллективом. И он очень пестрый и разнообразный. Кто-то сверхцерковный, понятно. И мы говорим такие слова с некоторой иронией, потому что явно какие-то излишние крены, которые не вполне устраивает руководство. Кто-то вовсе не церковный. Но как мне поставлено условие моего труда сверху, что я не разорять там, не разгонять поставлен, а созидать, хранить. Ну, то есть дело практическое, требующее, как мне кажется, многолетнего труда. Собрание коллектива – это дело не административных решений, а вот какое-то отсеивание, как самого состава гимназистов. Батюшка, ну а дети, например, они же везде примерно одинаковые сейчас. Гимназия не набирается по какому-то принципу, что он отличник, обязательно должен быть из другой школы. Набираются обычные дети, такие же. То есть школа не сказала бы, что гимназия такая элитная в этом отношении, что там или одни очень умные, или одни очень богатые набираются. И вот, а дети сейчас, ну, время такое очень расхляпанное, разболтанное. Вот, как-то на них можно воздействовать? И получается ли это в гимназии, воздействие на них какими дисциплинарными методами? Ну, как видите, у нас методов воздействия больше, чем в простой школе. Потому что вот этот религиозный фактор, он, конечно, дает и настаивает на определенной системе ценностей, абсолютной системе. Где, конечно, всякое богохульство, святотатство, откровенная пошлость, наглость, недопустимо. Хамство в любом случае недопустимо не просто как нарушение общественного порядка, а как нравственный ориентир человека, вернее, его проявление нравственное. Но то, что молодежь у нас обыкновенная, в смысле изобилия тех же самых проблем и издержек воспитания и молодых страстей, которые уже реализуются так или иначе, это, конечно. Поэтому методы всякого рода дисциплинарного ограничения или наказаний существуют. Ну, то есть могут из гимназии, например, отчислить. Вот, например, из школы обычной, вот я работаю в сельской школе, оттуда отчислить не могут ребенку только потому, что она там, например, в селе одна, куда он еще будет ездить. А тут все-таки не государственное образование, то есть больше рычагов дисциплинарных может даже воздействовать. Да, да, у нас дети как раз из разных уголков Рязани съезжаются именно по желанию учиться в православной гимназии, их родителей как минимум. Ну, а, конечно же, у нас и говорено в тех правилах, в том договоре, который подписывают и я, и родители, о том, что при определенных нарушениях устава гимназии ребенок не может продолжать в ней обучение. Ну, на моей памяти такой уж особой войны ни с кем не было, кому мы рекомендовали решительно уже более не продолжать обучение в гимназии, оставляли обучение в гимназии, переходили по месту жительства. Ну, просто это, понимаете, бывает очень не случайно. Человек должен быть решительно вопреки. Ему самому должно быть все, что в гимназии происходит. Если не просто какой-то где-то кто-то оступился, где-то что-то сделал дурное, потом покаялся, потом старается держаться, вопрос, конечно, совершенно отрицательной позиции и ребенка, иногда и семьи в отношении того, что происходит в гимназии. То есть по логике он и не должен такой ребенок попадать в гимназию? Ну, разумеется, но очень разные мотивации. Кто-то относится к гимназии, что я за ним уже не могу следить, вы, может быть, его как раз, у вас найдутся средства, чтобы его сделать хорошим, а ты давай-давай меня перевоспитывай. Ну, до нас вообще, да. Батюшка, а как проходит средний день ученика? Есть какие-то потом продленные группы, как называется, продленного дня? Всяко хотим, чтобы она была. Всяко хотим, чтобы она была. Как организуется досуг? Или чисто проходят занятия, и все, и дети свободны? Как раз организация досуга во многом отличительная черта православной гимназии, которая не берет на себя задачу ограничивать столько учебным временем, который ты должен нам принадлежать, а мы тебе что-то давать. Поэтому всякого рода внимания к организованному досугу – это приметы гимназии. В младшей гимназии бесспорно они всегда до шести часов находятся под вниманием педагогов с какими-то развивающими программами. В отношении дополнительного образования в гимназии особенно благоприятная ситуация, а сейчас она еще и новыми положительными красками заиграла. Дело в том, что в свое время силы гимназии породили такую школу искусств, которая была утверждена епархией, самобытную, самостоятельную школу искусств, где обучение игры на инструментах, вокалу, художеству совершалось на более высоком уровне, чем просто уровень кружка. И эта школа переживала разные этапы своего становления, в том числе и какой-то этап автономии, когда ее самодостаточность послужила даже к некоторому ущербу гимназической достаточности. То есть, например, у Лествицы этой школы искусств собственный хор, хор старший, хор младший, художественные достижения, Лествица тут, Лествица там. А в православной гимназии, которая, собственно, и помещение свое предоставляла и предоставляет этой школе искусств, и дети, собственно, этой же гимназии, в ней нет некому петь на клиросе, некому концерты какие-то гимназические организовывать и наполнять, некому вывесить или позаботиться о украшении какими-то новыми картинами стен в гимназии или другими какими-то эстетическими моментами, которые нужны. Нет подарков для благодетелей, которые были бы сделаны руками школьников, когда там все процветает. Ну, а в результате сейчас современная ситуация такая, что школа искусств является живой и действующей частью православной гимназии, отвечающей за эстетическое воспитание детей по всем направлениям художественного и музыкального развития. При вас уже были первые выпуски? Как они устраиваются? Востребованы ли они? Уровень знаний? Поступают в революции хорошо. Сдают ЕГЭ, вот очередной ЕГЭ, слава богу, почти без троек. У нас прекрасные в этом отношении выпускающие преподаватели, некоторые крупные специалисты, известные в Рязани, по техническим наукам, помогают нашим детям по математике ЕГЭ, наши прекрасные педагоги гимназии по русскому. Так что пока очень утешительные сведения по прошлому году, по этому году по сдаче ЕГЭ. Все-таки это не как такая общественная форма контроля знаний. И потом нет тех, кто куда-то не поступил бы, если бы только хотел. А как к вам поступить? Мы знаем, что сейчас во всех школах светских, я больше их называю, есть какие-то вступительные экзамены, первоочков мучают бедных. Да, у нас не мучают, но, во-первых, у нас есть подготовительные классы, зернышко. Это еще не вполне оформлено, так как должно, но, тем не менее, подготовительные курсы такие, начиная с четырех лет, когда дети могут все-таки приглядеться и к условиям, и стилю гимназической жизни. А потом тесты, конечно, существуют. Но тесты существуют и объективные по каждому предмету, который учителя-предметники проводят. Ну и собеседование с родителями, которые, конечно, я стараюсь сам проводить, оно дает возможность согласовать главное. Потому что все-таки православный гимназий отличается тем, что мы всяко стараемся отличаться нормальным или высоким уровнем светских знаний, но цель, конечно, благочестия, превыше всего, как и сказано в Священном Писании, в том, что это самое высокое стяжание, самое главное условие счастливой жизни содержать. – А вот Вы осуществляете функцию гимназии духовно-административного руководства? – Да. – То есть Вы успеваете все это сочетать? – Не успеваю, но. Вот я, наверное, худший из директоров, кто были в гимназии, потому что и с деньгами не все еще решено для нее, не в состоянии я, видимо, расположить благодетелей, чтобы они поглубже увлеклись делом восстановления гимназии. Нам и строиться надо, и спортзал надо строить, и актового зала нет ни в одном из корпусов толком. Благо, что нас как-то нежно заботится наше резидентское министерство образования, и где поддерживает, где словом, где делом, где какое-то снисхождением. А в отношении духовном единственное, что я делаю – служу. Конечно, сейчас всем известно, кто имеет хоть какое-то отношение к гимназии, что может быть отменен при необходимости любой урок, но не литургия. И, в общем, может сойти с рук всякая шалость и неопрятность. Но в отношении богослужения, литургии – это зенит. Зенит солнечный – это главное, что есть. Это самое прекрасное, что мы ценим. Мы – круг самых близких педагогов, единомысленных педагогов с директором. И это, несомненно, да. Но при этом, когда я советовался с опытнейшим духовником, даже насчет участия старших детей в божественной литургии, тут же, опять же, не будешь насильно исповедовать или насильно причащать. Не хочешь – не надо. А больше половины не хочет старшего возраста. Или хочет очень редко. Тогда как это все-таки вопреки какому-то такому христианскому церковному духу. Если служится литургия, то какие препятствия тебе приобщаться вместе с твоими братьями и сестрами. Духовник мне так сказал, что, конечно же, дело не в каком-то количестве причащений, в их участии, в сколько они участвуют, в сколько раз они причащаются, а в том, что они не причащаются потому, что нет во многих из них желания готовности к откровению, к открытию души своей в таинстве исповеди, к указанию в ней своих язв, болезней. Вот это и есть корень зла в современных детях, в современной молодежи, да и взрослых тоже. Дело не в том, чтобы трудно причаститься, подойти к чаше и принять с лжицы тело и кровь Христову. Для естества человеческого, поскольку принимаются устами видимые хлеб и вино, то никакой особой психологической трудности причаститься нет. Есть психологическая трудность такая, что мы причащаемся сверхсвятой святыне, святее всех святых, и к ней надо подходить с чистой совестью. А она бывает тогда, когда ты решился на ее откровение, открытие этой совести духовнику, священнику, исповедующему батюшке. Проблема именно в том, что я как плохой директор и духовник недостаточный не в состоянии поставить так дело, и не представляю себе такого образа православного директора и священника, который расположил бы всех детей к этому откровению, в результате которого сам Христос, а не я, врачевал бы их души и допускал бы их с вдохновением и воодушевлением до причащения. А как это зависит от их духовного состояния, их обучаемости успеваемости? Ну, вы знаете, у нас все отличники, по-моему, и исправные, и какие-то богомольцы. А сколько вообще обучающихся детей у вас? У нас сейчас увеличивается, люди идут к нам, дети, у нас сейчас больше 180, по-моему, уже вот по результатам сентября, мы должны начать в сентябрю. И хорошо, мы сейчас и объявление даже написали о том, что мы добираем одну из позиций не устраивающих в Министерстве образования, потому что у нас слишком маленькие классы, но это зато должно устраивать родителей. Потому что ясно, что гораздо удобнее донести содержание предмета до... А культурно-массовая какая-то жизнь есть у вас? Выезды какие-то? Да, остальные. Там, не знаю, вот я помню, когда мы учились, у нас были какие-то огоньки, дискотеки школьные. Какая-то такая веселительная программа существует? Что-то чем-то компенсируется? Да, стараемся развлекать. Вот у нас возможности благодетели позволяют хотя бы раз в год вывозить в очень модное развлечение пинбол. Оно такое военно-патриотическое. Дети одеваются в маски, в скафандры и бегают с пушками, как раньше стреляли рябиной из этих каких-то пустых... Трубочек. Вот, так сейчас, можно, нажимаю на курок, и стреляю с шариками с краской. Вот, потом полоса препятствий, какие-то упражнения, русские народные, какие-то насилы на выносливость. А выпускные вечера как-то отмечаются? Отмечаются, да. Но здесь мы стараемся совмещать классическую культуру. Конечно, вот эстрадный рок-культура в гимназии минимум. То есть дискотек вот таких вот нету, не бывает. Либо бывает что-то такое, ну, как бы сказал какой-нибудь крутой современный парень, говорит, жалкое подобие. Вот, там не оттянешься так. Что-то, скорее, на бал похожее, чем на дискотеку. Поэтому мы всяко стараемся праздники прежде всего совмещать с воспитанием хорошего тона и музыкального вкуса. Вот наша руководитель, сейчас одна из моих существенных помощниц, это директор вот этой самой православной школы искусств Лестовица. Она, ну, крупнейший специалист у нас в Рязани по музыкальной культуре. И поэтому мы сейчас во многом на нее возлагаем, с благословением Владыки, вот это эстетическое воспитание детей. Поэтому всякие концерты, выезды, походы, филармонию нашу рязанскую, надеемся, что будут все более и более систематизированы, объемные, достаточные, так, чтобы дети приобщались к классической культуре. А отношения между самими учениками дружеские? Какие-то есть такие надежные отношения? Или все-таки это пришел, отучился, ушел? Между детьми и между взрослыми должна быть общая система ценностей. Вот эта нравственная красота, которая отличает христианина, доброго. Это совсем другая обстановка внутренняя. И она предполагает, что между тобою и мною есть не только наши учебные отношения, или ты мне друг, ты мне не друг. Между нами есть и Христос, который самим своим видом на кресте умершего за грехи всего человечества устанавливает между нами уже некоторые отношения взаимной терпимости. Но все-таки это дети, они могут это принять и... Я думаю, что только как интуиция нам не дано предугадать, как слово и наше, и как слово Божие отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. А сочувствие из сердец, это все равно дело уже благодати Божией, которая в отношении каждого действует по-своему. В связи с тем, насколько сердце каждого из тинейджеров готово впустить в себя эту благодать. Поэтому насколько добры дети. Я все-таки думаю, не настолько, насколько мы их поставили в рамки быть добрыми, а настолько, насколько каждый из них еще захотел принять и пойти навстречу, как каждый из нас, и по собственной жизни, и по собственной ответственности перед Богом. Вот так что здесь результаты, как бы, может быть, это звучит немножко парадоксально, но я говорю, не всегда с меня спросите, и не всегда с учителей. Мы с них спросим и с меня, что я не довложил, что я не додумал в отношении общей системы. Вот, но, в конце концов, каждый из них принимает свое решение, насколько соответствовать этому духу. А буквой не определишь всего, буквой не заставишь быть хорошим. А есть какой-то контакт между старшей и младшей? И вообще, после какого класса старший начинается? И они расположены географически далеко друг от друга? В общем, какое-то совмещение есть, но я бы вам сказал, лучше я бы несколько по-другому увидел бы ваш вопрос между педагогами и детьми. Я вот присутствую уже два года до выпускных, и не знаю, в других школах, может быть, это так же, но у нас это сплошное объяснение в любви детей и преподавателей. Так всегда, наверное. Наверное, всегда так, да. И для учителей дети это всегда самые дорогие, потому что они уже уходят, может, и уже не вернутся. А для детей, в общем-то, они готовы все простить, потому что все-таки им дают какие-никакие дипломы, кому красные, кому синие. Да, ну, в общем, вижу, что хамства нет у нас. Хамство никак не поддерживается. Даже проявление хамства у нас, как я уже сказал, это слишком катастрофическая ситуация. А с младшей гимназией мы всяко приобщаем к старшей. А после какого класса старший начинается? Ну, с пятого начинается. С пятого. Мы вместе проводим двундесятые праздники. На великие господские праздники. Богородичные обе гимназии собираются в храме старшей гимназии, бывает общий обед, и потом иногда даже и общие какие-то торжества. Так что, не знаю, пользу ли кому-то были мои сегодняшние откровения, если кого вообще чем огорчено или обидел, прошу прощения, или хотя бы не оправдал надежд. Но, уверяю вас, изнутри дело выживания православной гимназии, а я бы даже сказал больше, цель-то не просто выживание для нас, а норматизация ее и для всех остальных учебных заведений. Мы-то что думаем, что гимназия должна стать примером для всех остальных постсоветских или несориентированных школ, как должна быть духовно сориентированная вообще система образования в нашей православной стране. Может быть, я немного внес в это дело сегодняшними рассуждениями, но дело всякое сложное. И для того, чтобы каких-то выжить, а тем более для того, чтобы быть примером для остальных, просим не оставлять нас своей молитвенной и финансовой, не побоюсь этого слова, помощи уважаемых телезрителей, ну а также хороших детей ждем в гимназии для того, чтобы вместе делать это благое, думаю, богоугодное дело. Благодарим вас, друзья. Храни Бог. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова